МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупный пожар в Сургуте на улице Быстринской. Повреждены несколько гаражей и здания СТО. Коричневая и с привкусом металла. Жители нескольких районов Сургута в соцсетях пожаловались на ухудшение качества воды. В чем причина? И крупнейший город Югры представил своих товаропроизводителей на выставке и армарке товара земли Югорской. Предпринимателям Сургута заявилось 38. Взрыв и крупный пожар. Серьезное ЧП накануне вечером произошло на Быстринской улице в гаражном кооперативе. Огонь за первые минуты распространился на площади 150 квадратных метров и продолжал набирать силу из-за ветра и хранившихся в боксах легковоспламеняющихся жидкостей. Полностью ликвидировали пожар. И его последствия только сегодня, к утру. Все подробности в следующем сюжете. В Сургуте вечером во вторник вспыхнули постройки в гаражном кооперативе. На улице Быстринской жители сообщали о громком хлопке, после чего вспыхнуло пламя. Первые прибывшие экипажи увидели столб огня в районе двухэтажного здания СТО и рядом стоящих боксов. По прибытию первых подразделений зафиксированная площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Сила огня достигалась за счет хранившихся в гаражах легковоспламеняющихся жидкостей. Это бензин, различные краски, а также газовые баллоны. Периодически раздавались небольшие хлопки, по всей видимости, от разрывающихся банок и канистр. Пожарные, их было более 40 человек, столкнулись с целым рядом сложностей. Помимо угрозы взрывов, это ветер, который разносил пламя и мороз. Было около минус 28, для бесперебойного тушения нужно было не допустить перемерзания рукавов. В данном случае была низкая температура наружного воздуха, в соответствии с чем пожарным подразделениям необходимо было применять способы работы в таких условиях. То есть использовать для тушения стволы с большим расходом, не позволяющие перемерзать в струе. Затем применять способы утепления, разветвления, соединения мест, чтобы, опять же, обеспечить бесперебойную подачу воды. За развитием ЧП наблюдали владельцы гаражных боксов. Некоторые были в момент происшествия в кооперативе, другие приехали, узнав о случившемся. – Вы в гараже были? – Да. – Сильный хлопок был? – Да. – А гараж далеко отсюда? – У меня в соседнем кооперативе вообще гараж. – Ваши гаражи? – Я в этом году вот здесь должен был купить. – Так. – Хорошо не купил. – Вот который горит? – Вот этот меня хотел перевезти, на хозяина вот этой газовой, хотел меня перевезти сюда. Я не переехал, сыновья остановить. – Я хотел купить здесь. – Который горит, да? – Да. Вот в этом году. Бог отвел. – На этой стороне. – У нас на этой стороне. – Не дошел еще огонь? – Ну как он не дошел, если он на той стороне горит? – У нас на этой стороне, он там дальше. – В гаражах что-то есть? – Нет. – Улицу Быстринскую перекрыли для удобства работы МЧС и чтобы владельцы гаражей сумели отогнать в безопасное место свою технику. Некоторым удалось сделать это буквально чудом. Одну из машин хозяину помогли вытолкать спасатели, а сам водитель в момент ЧП находился в соседнем с эпицентром возгорания боксе. – Я там был, как бы бахнул. Ну, двери выбил он. – У вас, получается, рядом смежный гараж, да? – Да, ну и неизвестно, у него взорвалось или не у него, я не знаю. Я не понял, вообще ничего не понял. Я вышел, все горит. То ли там вышел, то ли дальше было, я не понял. – А как машину удалось вытолкать? – Какую? – Вашу. – Она рядом стояла. – А, то есть не в гараже. – Ну как она не загорелась, я не знаю. Это чудо какое-то. – Пожарные, их было более 40 человек, столкнулись с целым рядом сложностей. Помимо угрозы взрывов, это ветер, который разносил пламя и мороз. Было около минус 28. Для бесперебойного тушения нужно было не допустить перемерзания рукавов. – Что там, аккуратно, там, как полок. Проходите сразу же наверху. Проскаленько, чтобы только держать. – Около половины восьмого вечера прозвучало, что есть угроза личному составу. В связи с долгим горением, наличием легковоспламеняющихся жидкостей, металлические конструкции могли не выдержать. Руководитель тушения пожара принял решение вывести огнеборцев на более безопасные позиции. – Здесь была дана такая команда в связи с тем, что существовала возможность обрушения кровли. По оперативным данным находились материалы, то есть легковоспламеняющиеся жидкости, они горели. И также находились баллоны газовые. То есть, соответственно, он принял такое решение. Решение, как показала практика, было оправданным, кровля обрушилась. Ликвидировать открытое горение удалось к девяти вечера. После начался разбор конструкций и их проливка. Из-за большого числа сэндвич-панелей процесс затянулся аж до семи утра. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Внутри СТО на момент происшествия находились автомобили. Зафиксированы серьезные повреждения нескольких гаражей. Причину случившегося установят дознаватели. В ликвидации крупного пожара участвовали 74 человека от МЧС, полиции, служб спасения, скорой помощи и других оперативных служб. Мария Ливанян, Дмитрий Круковец, Сургут-24. Технологии на страже безопасности в Сургутском районе приобрели квадрокоптеры, которые помогут бороться с пожарами. Устройства будут использовать специалисты единой дежурной диспетчерской службы и управления по делам ГУЧС. Как отметила начальник профильного ведомства Алла Вавилина, дроны оснащены тепловизорами и камерами, которые позволяют детально увидеть местность. Беспилотники помогут определять направление развития пожаров и дополнительные условия, которые важны при ликвидации возгорания. Если у нас возникает где-то возгорание, задымление, мы не дожидаясь дополнительной помощи со стороны авиалесоохраны, потому что самолет летает в определенных условиях, вы понимаете, погодных, температурных, ночью они не вылетают так же. А вот квадрокоптер, приобретенный для управления по делам ГУЧС, он даже в ночное время способен летать и оценивать обстановку, фотографировать очень четкие фотографии, хорошее разрешение. По словам Аллы Вавилиной, квадрокоптеры также помогут находить нарушителей пожарной безопасности в дачных оперативах. Теперь, чтобы зафиксировать тех, кто пренебрегает правилами, не нужно будет дожидаться, пока собственник откроет калитку. Достаточно будет поднять в воздух беспилотник, который сфотографирует факт нарушения. Изображение будет являться основанием применения наказания. Однако все же основная цель приобретения устройств – борьба с лесными пожарами и спасение человеческих жизней. Служба авиалесоохрана, я могу понять, просто не в состоянии одновременно находиться во всех точках, где возникает пожар. Квадрокоптер нам помогает оперативно определить опасность, возникающую при пожаре. То есть, движется ли огонь в сторону населенного пункта, какое расстояние, есть ли какая-то преграда на пути следования этого огня и вообще масштабы самого пожара. Вот это все оперативно позволит, наличие квадрокоптера позволит нам оперативно оценить обстановку, а не дожидаться прилета сил авиалесоохраны. И только в этом случае мы уже сможем оценить обстановку. Приближается Новый год. Пора проведения праздничных мероприятий, в которых традиционно принимает участие большое количество людей. Сыргутский район готовится в длинным выходным. Сотрудникам администрации традиционно будут помогать представители таких структур, как МВД, ФСБ, Росгвардия и МЧС. На праздничные дни создадут специальные дежурные группы, которые будут работать как на массовых мероприятиях, так и в чрезвычайных ситуациях, если таковые произойдут. Вся информация будет в территории района поступать в единую дежурную диспетчерскую службу, а также в аппарат антитеррористической комиссии. Кроме того, на объектах культуры, спорта, образования, также в социальной сфере коммунального хозяйственного комплекса будет обеспечено тоже дежурство руководящего состава. Будут задействованы инженерно-технические средства для обеспечения безопасности. Главное помнить о мерах безопасности в местах массового пребывания людей. Жители муниципалитета напоминают, что при получении информации об эвакуации действовать необходимо согласно поступающим указаниям. А в случае возникновения беспорядков при проведении тех или иных мероприятий не поддаваться панике и спокойно покинуть место происшествия. В случае находки подозрительного предмета о нем обязательно нужно уведомить правоохранительные органы, а при работе служб безопасности не следует мешать им. Впрочем, сотрудники администрации Сургутского района надеются, что применять на практике эти правила не придется и праздники пройдут спокойно. В Сургуте во вторник вечером на улице Федорова сбили ребенка. Водитель уехал, его ищет полиция. По предварительным данным, мама везла двухлетнего сына в санках. На переходе мальчик выпал. Дали события, разбивались молниеносно. Женщина в первую секунду не среагировала на случившееся, а водитель белой Шкоды не заметил ребенка и тронулся, наехав на него. После этого автомобиль покинул место происшествия. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали с закрытым переломом бедра. Состояние оценивали как тяжелое. Потребовалась операция, которая прошла успешно. Сейчас ребенка готовят к переводу из реанимации в профильное отделение. Водителя ищут. Он мог не заметить факта ДТП. Мужчина за рулем и свидетелей просят откликнуться и позвонить по номеру телефона 102. Жители нескольких районов Сургута сегодня в соцсетях пожаловались на ухудшение качества воды. Коричневая жидкость с привкусом металла льется из-под кранов в домах на проспекте Ленина. На проезде Дружбы, Энергетиков, 30 лет Победы и других сотрудники Горводоканала в телефонном разговоре с журналистом ОМЕДИА объяснили ситуацию последствиями крупного пожара на Быстринской улице. К ухудшению качества мог привести большой отбор воды из гидрантов в том районе. По адресам жалоб, которые поступили на предприятии, проводят проверки и отбирают пробы. Крупнейший город Югры представил своих товаропроизводителей на выставке-ярмарке «Товары земли югорской». Предпринимателей Сургута заявилось 38. Они продемонстрировали как продукты питания, так и сувениры. Отмечу, что год назад сургутские предприниматели завоевали 11 из 20 наград конкурса. Подобные испытания проводят с целью выявить самый оригинальный и достойный товар. Так, к примеру, в рамках выставки-ярмарки состоялся конкурс пищевой промышленности «Лучшие вкусы Югры». В нем приняли участие 7 сургутских предприятий. Действительно, сегодня на выставке представлено 38 организаций предприятий города Сургута. И хочу отметить, что это впервые такая активность и такое серьезное представительство, несмотря на такие погодные условия, которые сегодня и эту неделю в Югре. И хочу отметить, что это, конечно, комплекс мер, которые сформированы как в Югре целом, по поддержке среднего и малого предпринимательства, так и меры, которые в рамках муниципальной программы. Отмечу, что данная выставка – индикатор развития рынка товаропроизводителей автономного округа. Здесь представлена информация о работе малого и среднего бизнеса, результатах и изменениях, происходящих в экономике округа, новых товарах и передовых технологиях. Юграх, в слову, стала первой средней регионов страны производителей органической продукции. Организаторы надеются, что на форме продукции с каждым годом будет становиться все больше, а сама ярмарка останется традиционной и по-прежнему будет востребована среди предпринимателей. В нашем клубном объединении около 250 ремесленников, в принципе, начинали мы с 20, мы уже три года, а сейчас, ну, 255, если быть точным. Причем, ну да, основная масса – это Сургут и Сургутский район, но также города уже у нас есть, Пытьях, Нефтьюганск и район, вот Сурая у нас, Коголыма, Слонгипаса. То есть, в принципе, мастера стоят со всей ее горы понемножку. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте www.indefisnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Приходите в центр «Акватория» для мощного и эффективного омоложения без операций на знаменитом аппарате «Морфеус-8». Инновационная технология безоперационного лифтинга лица и тела против дряблости кожи, опущения век и нижней трети лица – признаков старения и не только. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону 59-35-35, «Акватория», улица Магистральная, 36. Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте 51-11-80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Хорошо там, где есть Радио Дача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова